Настоящие хоккейные страсти у ворот трехгорки. Одинцовская армада в отличной форме и готова к борьбе. Но и соперник серьезный, опытный, уступать не собирается. Все любители практически. Есть ребята, которые имеют небольшой опыт школы хоккейной, но как бы дальше они не пошли. Кто-то раньше закончил, но основные навыки имеют. Но таких мало. В основном все любители, самоучки. С самого начала матча инициативу захватили хоккеисты армадой. Уже к концу первого периода счет на табло 3-0. Не в пользу трехгорки. Однако на настрое болельщиков хоккейного клуба это никак не отразилось. Ведь шанс отыграться еще есть. Я пришел поддержать наших парней из хоккейного клуба «Трехгорка». Для меня этот клуб очень близок. Поэтому я бы очень хотел, чтобы ребята из ХК «Трехгорка» сегодня победили. Ну и второй и третий период также для хоккеистов из «Трехгорки» долгожданного результата не принесли. Забили одну шайбу, но окончательно перейти в атаку так и не смогли. Команда главы Одинцовского округа победила со счетом 6-1. Поблагодарили друг друга за хорошую игру и пообещали сыграть еще раз, чтобы взять реванш. И такая возможность у игроков «Трехгорки» еще будет. Татьяна Верняковская, телекомпания «Одинцова». Отборочные игры турнира «Волейбольная семья» за речи Одинцова. Это не обычные спортивные соревнования, а в каком-то смысле большой эксперимент. На поле выходят семьи, сразу несколько поколений, от 14 до 62 лет. Условно бабушки, дедушки, папы, мамы и внуки. Интересно ли вообще кому-нибудь, кроме родственников, на это смотреть? Да, если выдержать баланс. Я считаю, если команда плюс-минус равная, то это ничего страшного. Наоборот, полезно. С 15-летней Марьей согласна ее мама Дарья. Они в одной команде, но без папы. Тот занят, уехал по делам. И в этом тоже может быть проблема для семейного турнира. Но проблема такая есть, потому что, конечно, родителям нужно зарабатывать, чтобы обеспечить ей обучение, образование детям. Но стараемся всеми силами, потому что это действительно классно. Идея турнира «Волейбольная семья Заречья» родилась в управлениях образования и спорта Одинцовского округа. Команды формируются на базе школ. Там подбираются двое спортивных подростков, а через них участвовать в состязании приглашаются их родные. Такой хитроумный способ вовлечь взрослых в спортивную жизнь округа. Сейчас задача продумать условия турнира так, чтобы появился азарт. Насколько взрослым с их плотными графиками, рабочими, семейными и так далее, удобно на регулярной основе участвовать – это раз. Второе – пытаемся понять уровень подготовки, потому что мы сочетаем такие трудносочетаемые вещи. Разный возраст, разный рост и все такое прочее. Насколько они могут вместе, что нужно улучшить, придумать, чтобы чемпионат проходил интересный. Пока турнир действует по кубковой системе. Игра идет на вылет. Всего в соревнованиях приняло участие 12 семейных команд. После осмысления полученного опыта в сентябре стартует настоящая семейная лига. И организована она будет в режиме чемпионата. Каждый сыграет с каждым. Мечта организаторов – полные трибуны. Тимур Гайсин, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Марк попадает в корзину практически с любого расстояния. Шесть лет занятий баскетболом не прошли даром. Стал помощником тренера. Совершенствовал навыки на улице и в зале. Теперь ходить будет в новую секцию рядом с домом. В школе «Флагман» уже есть инклюзивная секция по тэхвандо. Но на этом организаторы не остановились. Открыли еще и баскетбольную. Сначала разминка, потом отработка упражнений. Здесь главное не победа любой ценой, а тренировки на равных. Они чувствуются именно членами команды. Одной единой команды. Поэтому если обращать на них большое внимание, навряд ли что-то получится. Просто он, зная небольшую скидку, там, где может не заметить, он не заметит. Инклюзивная секция дает возможность максимальной социализации коррекционной группы детей. Этот проект уже у нас функционирует около четырех лет. И мы максимально стараемся расширять. В секции три возрастные группы. Занятия для ребят с особенностями здоровья будут проводить по вторникам, четвергам и пятницам. На самом деле очень много плюсов, которые показывают, что действительно не только через инклюзивное образование, но и через инклюзивный спорт дети действительно и развиваются, и дружат, и социализируются в обществе. Впрочем, ребята смогут не только потренироваться, но и принимать участие в соревнованиях. А пока организаторы планируют расширяться. В округе откроют еще 17 секций инклюзивного баскетбола. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Чемпионат и первенство по французскому боксу «Савату» среди спортсменов двух федеральных округов – центрального и северо-западного. 150 участников, но зрителей не так уж много. И это боль любителей «Савата». Он не так известен, как классический английский бокс. Хотя все основания для того, чтобы быть популярным, у «Савата» есть. Он учит думать. И во французском боксе мы заставляем спортсменов думать, не просто боксировать, не просто обмениваться ударами, а думать, вести бой умно, тактически, грамотно выстраивая так, чтобы как можно меньше получить и как можно больше попасть. Чемпионат для спортсменов – это не только состязание, но и продвижение по спортивной лестнице вверх. 17-летний Александр Писарев планирует получить звание кандидата в мастера спорта. Амбиции обоснованы два года назад. Саша уже стал чемпионом России в своем разряде. Я уже довольно долго занимаюсь, поэтому страха выхода на ринг у меня нет. Выхожу и там уже как пойдет. Александр окончил школу номер 3 в Одинцово. Сейчас здесь же учится в техникуме на программиста. При настойчивости и спортивной удаче карьера «Саватиста» может сложиться для него гораздо успешнее карьера айтишника. Конкуренция не такая большая. Получить кандидата в мастера спорта, попасть в сборную России и выезжать на международные соревнования. Тренер Александра – председатель Федерации «Савата» Московской области Герман Львов. Его энергия по продвижению французского бокса недавно была оценена Министерством спорта. Наставник получил юбилейную золотую медаль. Планы у Германа Вячеславовича – наполеоновские. Говорит, чемпионат федерального округа в Одинцово – это только начало. А все потому, что именно здесь находится Центральный клуб Московской области. Соответственно, если брать поэтапно, мы в дальнейшем планируем проводить всероссийские турниры. Ну и потом можно будет даже начинать подготовку для международных турниров. Соревнование в Одинцово – отборочный тур перед чемпионатом и первенством России, который состоится в Санкт-Петербурге 28 апреля. Тимур Гайсин, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово». Сильнейшие на одной площадке. Степан и Максим – мастера спорта по фехтованию. Выступать только готовятся, но волнения нет. Дома и стены помогают уверенные спортсмены. Перед началом соревнований нужно удерживать долгое время концентрацию, потому что соревнования будут идти долго. И нужно подготавливаться не только морально и физически, но нужно еще быть готовым к разным ошибкам – судейским, так и своим. Всероссийские соревнования по фехтованию проходят в 19-й раз. Их еще называют турниром памяти мастера спорта и директора школы Олимпийского резерва Елены Володиной. Она внесла большой вклад в развитие этого вида спорта, а своим воспитанникам передала бесценный опыт. Ну, так получилось, что Елена Николаевна не увидела турнира, и турнир стал ее памятью. И мы будем проводить этот каждый год. Ребята с удовольствием из разных регионов приезжают. Юлия представляет команду Курской области. Ребята приехали побороться в личном зачете. Разобрать поединки и поддержать спортсменов считает тренерским долгом. Зал очень большой, на самом деле очень комфортно. Трибуны есть, дорожки, судьи квалифицированные. В общем, очень достойно на уровне. Сезон у фехтовальщиков складывается из соревнований и сборов. Турнир является подготовительным этапом к чемпионату и первенству России. А еще для спортсменов до 23 лет это хорошая возможность попасть в сборную. У нас просто есть тактическая правота в рапире. Поэтому каждый бой надо судить, чтобы в спорных ситуациях судья определял, чья тактическая правота больше. Следил за нарушениями правил. Впереди одинцовских фехтовальщиков ждет насыщенный сезон. Турнир – основной старт этого года. Теперь ребятам предстоит подготовка к чемпионату России, который состоится уже через месяц. Екатерина Крамар, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.